Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. И снова мы вместе анализируем новостной фон, события, которые имели место быть в ходе вчерашних торгов и, соответственно, повлияли на те движения, которые мы наблюдали. Сразу хочется отметить, что сегодня мы будем преимущественно следить за движением британской валюты и доллара. Опять же, это связано с тем, что содержание экономического календаря позволяет как раз обратить внимание только на эти активы, потому что основные релизы посвящены именно этим инструментам. В частности, в 11.30 по московскому времени нас ждут данные по активности в сфере услуг Англии. Напоминаю, что этот отчет имеет крайне существенное, значительное влияние на дальнейшее решение британского регулятора по процентным ставкам, потому что фактически сегодня, после выхода этого отчета, мы поймем, насколько хорошо будут обстоять дела с темпами экономического роста. Ведь на сферу услуг приходится более 80% всего экономического расширения. В 11.30 по московскому времени практически немножко времени остается до выхода этого релиза. Я настоятельно рекомендую вам все же найти время и понаблюдать не только за движением финансовых инструментов в этот момент британца, британского фондового рынка. Ну и, собственно, также нужно будет посмотреть за цифрами, которые будут опубликованы. Не только по Англии нас ждут данные по сфере услуг. Собственно, ближе к концу дня, уже в 16.45 по московскому времени в 17.00, а по Москве, то есть через 15 минут после выхода активности в сфере услуг по маркет, нас ждут данные по АСМ. Это статистика, которая позволит нам говорить и проанализировать текущую активность в сфере услуг. Сфера услуг точно такая же параллель, как и для английского рынка по штатам. Сфера услуг это довольно серьезная компонента для экономического роста. Ну, с другой стороны, хочу отметить, что по штатам мы работаем с совершенно другими убеждениями сейчас, поскольку, ну, я думаю, что никто из вас не сомневается в том, что американская экономика действительно на подъеме остается. И те данные, которые мы анализировали неделю назад, и я думаю, будем продолжать анализировать в ходе этой недели, собственно, только еще больше подадут сигналов того, что американская валюта должна расти, поскольку американская валюта должна логичным образом реагировать на рост доходности трежериса. Мы постепенно приближаемся по десятилеткам американским к 3% по доходности. психологический рубеж, я надеюсь, вы помните, что происходит с долларом в тот момент, когда этот психологический рубеж тестируется, и насколько вальяжно чувствует себя американская валюта после того, как доходности трежериса уверенно закрепляются выше этой планки. Честно говоря, в идеале бы сейчас, в ближайшие недели, получить условия для того, чтобы трежерис уже окончательно закрепились выше 3%, но даже при всем мощном и сильном фундаменте, который мы видим, скорее всего, произойдет это не раньше заседания американского регулятора, в середине, собственно, этого месяца, и только постфактовом решении, которое будет принято по росту процентных оставок. Но в этом мы уже не сомневаемся. Давайте поподробнее остановимся на основных активах. По нефти ситуация в целом не меняется. Нефтянка постепенно снижается. Мы уже снова по бренду рядом с поддержкой в 75 долларов за баррель. Некоторое время назад мы работали уже с этим уровнем. Но даже несмотря на наши убеждения в том, что нефть имеет возможность опираться на поддержку достаточно неплохой продавцов, все же последовало тогда локальное восстановление. Мы практически снова вернулись в район 80. Не хочется, чтобы ситуация повторялась основа, но допускаю, что такой сценарий вполне возможен, потому что до заседания ОПЕК важнейшего события для всего сектора углеводородов еще очень много времени, 22 июня, больше трех недель фактически. И, конечно же, настроения в этот период будут существенно меняться абсолютно радикальным образом, от невероятного оптимизма до крайнего пессимизма. Я отмечал, друзья, то, что в этом новостном шуме вы уже должны определиться с тем, с каким ориентиром вы будете дальше работать и во что вы по рынку нефти верите. Сейчас, если коснуться основного новостного фона и то, что движет финансовым активом, то, что обсуждают на рынке, это возможность того, что страны ОПЕК все же не поддержат идею на заседание 22 июня, то есть в конце этого месяца, идею пролонгации соглашения по снижению объема добычи. Если мы сейчас попробуем помониторить основные средства массовой информации, то найдем массу подтверждений, то, что это действительно обсуждается, со ссылкой и на официальные, и на неофициальные источники, о том, что отдельные страны ближневосточного картеля будут даже против того, чтобы это соглашение продевалось за пределы 2018 года, и более того, будут против того, чтобы соглашение в текущей редакции осталось неизменным до конца этого года. Если мы вспомним, что основная цель этого соглашения была направлена на сокращение чрезмерных накопленных мировых запасов, и эту проблему удалось решить, действительно, общие показатели сейчас проявили в соответствии со средним уровнем в последние 5 лет, трудно объяснить, чем вообще можно руководствоваться дальше, именно если будет принято решение для оправдания, собственно, продления этих договоренностей по снижению объема добычи, после 2018 года. Поэтому я уже неоднократно делал акцент на то, что если бы цены сейчас были в районе 60-65 долларов за баррель, то, возможно, у тех, кто лоббирует особенные интересы вот этого пакта, были бы основания, чтобы убедить всех прочих игроков и участников этого соглашения в том, что их солидарные действия все еще необходимы, потому что рынок не до конца еще стабилизировался. Но вы сами прекрасно видите, на каком высоком уровне находится сейчас нефть, и при таких котировках будет трудно, опять же, договориться о том, чтобы эту сделку можно было продлить. По нефти мы на прошлой неделе также убедились в том, что рынок сейчас активно реагирует на статистику США. Почему? Потому что именно рост объемов нефтедобычи в Штатах может выступить еще одним стопором для решения ОПЕК о продлении собственной сделки. И статистика прошлой недели нам снова доказала, что объемы добычи продолжают оставаться на высоких значениях. Количество терминалов Бейкер-Хьюса также неуклонно растет. Сейчас мы работаем уже с показателем 860 с небольшим платформ. Это максимум с марта 2015 года, и рост будет продолжен. Я надеюсь, друзья, то, что завтра, когда выйдут официальные данные администрации энергетической информации, давление на нефтянку еще больше усилится, и мы наконец-таки сможем с вами преодолеть поддержку в 75 долларов за баррель. Рубль 62.06, но если сценарий тестирования удачного по нефти 75 будет реализован, то тогда и российской валюте придется просесть против доллара, там в районе 63 тоже как минимум. Но это все равно не тот ориентир, который является нашей с вами долгосрочной целью, потому что мы ждем минимум 65. И даже в том случае, если этот уровень будет протестирован, я бы даже не советовал вам торопиться фиксировать профит, потому что трудно представить, опять же, как будут обстоять дела дальше в рамках российской монетарной политики и что будут делать российские монетарные власти. Я думаю, что как минимум рубль останется в таком же свободном плавании, и как минимум рубль будут тащить вниз, то есть ослаблять для того, чтобы нивелировать потери, которые могут произойти на ценовой конъюнтуре рынка черного золота. Европейская валюта против доллара. Кстати, по нефти, те, кто еще не в сделке, рекомендую присмотреться к уровню 75-70. Если этот уровень вам интересен, оттуда я вижу очень хороший потенциал для продаж. То есть отложка селлимит может быть выставлена прямо на этом рубеже. Евро против доллара. Мы продолжаем следить за политической ситуацией, хотя уже с меньшим интересом политической ситуации в Италии и в Испании. В частности, позиции скептиков на рынке евровалюты по-прежнему значительные. Мы не получили пока конкретики относительно той политической программы, которой будет придерживаться нового сформированного правительства в Италии. Я думаю, что как только получим, убедимся, что эта политика уже будет иметь мало общего с единым, скажем, курсом тройки международных аккредиторов, которые навязываются, опять же, и продолжают навязываться всем членам Европейского Союза. То есть радикалы у власти, поэтому мы можем рассчитывать с вами на коренные изменения, которые в конце концов могут сказаться на будущих решениях Европейского Центрального Банка касательно изменений денежно-кредитной политики. Вот мы на прошлой неделе, по-моему, с вами говорили, когда обсуждался острый кризис в Италии и в Испании, о том, что позиционирование по поводу вероятных изменений денежно-кредитной политики изменились уже с конца 2018 года на 2019. И вот последние данные, которые мне удалось найти по результатам опросов экспертов, аналитиков, близких и неблизких вообще ситуации, то сейчас, если Европейский Центральный Банк все же осмелится на дальнейшее ужесточение монетарной политики, то есть сокращение программы количественного смягчения, повышение процентных ставок, произойти, это может только не раньше 3-го квартала 2019 года. Статистика по еврозоне по-прежнему не радует. Вчера у нас вышел отчет по индексу уверенности инвесторов Сентикс, он просил практически в два раза, с 19 с небольшим пунктом до 9. Кстати, снижение уже пятый месяц подряд наблюдается. Индекс Сент-производителей, который готовит нас к значениям по инфляции, это один из основных компонентов индекса потребительских оцен, снижение 2% в годовом выражении против прогноза 2,4, в месячном повсе никакого прироста, хотя, собственно, даже месяц назад, когда цифры были не самые лучшие, удалось этому показателю выбраться на небольшую положительную территорию, 0,1%. В общем, друзья, совершенно очевидно, что по евро сейчас идет перезагрузка, собственно, настроений. Я думаю, что участники рынка, которые ранее начали развивать нисходящий тренд, снова в ближайшее время переключатся на идею роста доллара. Американская валюта чувствует себя довольно неплохо. В идеале рассматривать поведение доллара в связке с защитными активами. Сейчас доллар-японская иена на подъеме, мы ждем тестирования отметки 110. Соответственно, по евро я рекомендую искать основы уровня для возобновления продаж и считаю, что после пробоя отметки 1,1660 можно будет возвращаться к коротким позициям. Британская валюта, как уже было отмечено в начале брифинга, сегодня в центре внимания. Вчера мы видели мощнейшую влачинность по этому активу. В частности, фунт доллар открыл неделю на мажорной ноте. Мы уверенно, скажем, рванули выше, если быть, собственно, конкретными по той динамике, выше 1,33, трейдеры продолжили отыгрывать сильные данные по производственному сектору на минувшей неделе. Напоминаю, что отчет указал на рост данного сектора до 54,4 пунктов с 53,9. Вчера у нас была активна в строительном секторе, тоже без разочарований. Но, наверное, логичный вопрос тогда в связи с чем, собственно, британская валюта так мощно вчера просыпалась. И основная идея этих распродаж укроется в дополнительном новостном фоне, который сейчас появился по поводу Брейзита. В частности, обсуждение вот этого процесса расставания с Европейским Союзом возобновится уже совсем скоро, а именно 12 июня. И Европейская комиссия, еще раз Европейский Совет напомнила Англии, что они не предложили ни к Исландии. Соответственно, если этого решения не будет, то есть вероятность довольно жесткой риторики, которая будет прослеживаться в следующем этапе переговоров. Ну, надеюсь, все же за вот эти оставшиеся практически полторы недели этот новостной фон сможет выйти на положительную территорию. Самое важное, друзья, сегодня мы должны с вами сфокусироваться на статистике по сфере услуг. В частности, этот отчет будет опубликован в 11.30 по московскому времени. Я в связи с ожиданиями сильных данных, логично, учитывая то, что у нас производственный сектор вырос, строительство тоже на положительной территории, предложил бы воспользоваться отложенным ордером Байлимит с отметки 1.32.90, потому что если и сфера услуг сегодня не разочарует, то британская валюта может вырасти уж точно больше, чем на фигуру. И я бы снова напомнил о том, что росту британской валюты может поспособствовать даже плохая статистика. Вроде бы как парадоксальные заявления с моей стороны, но здесь нет ничего странного. Логика здесь, на мой взгляд, простая. Если активность в сфере услуг просядет, это может выступить для участников рынка еще одним подтверждением того, что высокая инфляция оказывает свое такое негативное, подавляющее воздействие на индексы, на активности и на расходы домохозяйств. Поэтому ситуацию нужно исправлять, эту ситуацию можно исправить только в том случае, если охладить и остановить рост инфляции. Для этого достаточно укрепить курс национальной валюты. В любом случае, сегодняшний отчет по сфере услуга будет анализироваться с точки зрения того, как эти цифры повлияют на августовское решение Банка Англии по процентной ставке. Надеюсь, что при любом раскладе вывод будет один. Вероятность повышения процентной ставки вырастет. Поэтому рекомендую все же попробовать отыграть этот релиз через рост курса британской валюты. По доллару и японской иене отметил я уже, что у нас растущий тренд сохраняется. Для тех, кто еще не в сделках, можно посмотреть на уровень 109.60 и с этой отметки уже подбирать валютную пару. Мы ждем сегодня данные по активности в сфере услуга из Соединенных Штатов Америки. Этот релиз традиционно оказывает влияние на доллар. Даже тогда, когда есть возможность сфокусироваться на других новостных событиях, все равно не меньше 30-40 пунктов этот отчет вносит своим вкладом именно в динамику доллара. Если данные не разочаруют, друзья, я думаю, что мы наконец-таки сможем с вами закрепиться уверенно выше 110 и будем претендовать уже на более высокие значения. Но нужно, чтобы первыми на сильную статистику отреагировали доходности и трежерности. Я в этом, собственно, тоже не сомневаюсь. Золото мы давно с вами не разбирали. Сейчас видим, как этот актив подбирается снова к сопротивлению в 1300 долларов за тройскую унцию. Но давление на золото сохраняется. Оно вызвано, опять же, тем интересом, который сейчас очевиден в отношении доллара. Мы видим, как давление на золото также оказывает и рост доходности трежерис и позитивная динамика на американском фондовом рынке. Ну, золото действительно неинтересно сейчас. И если нет причин, опять же, говорить о каких-то форс-мажорах, традиционно, кстати, от этого выиграть также и золотой актив, то есть только один сценарий, может быть, торговли золотом. Поэтому, если, скажем, форсировать события, нужно иметь четкое представление то, что может произойти с долларом и на основании этого строить идеи по золоту. Я, будучи убежденным в том, что рост американской валюты продолжится, предлагаю вам сделку с селлимит с отметки 1297 долларов за тройскую унцию. По доллару канадцу в целом ситуация не меняется. Канадец пытается укрепить собственные позиции, но инициатива также быстро переходит и уже к покупателям доллара. Поэтому мы видим довольно волатильные торговые сессии, но все равно доллар канадец сохраняет потенциал для дальнейшего восходящего движения. У нас на этой неделе, напоминаю, скажем, канадский non-farm parallels, если можно так сказать, данные по канадскому рынку труда, они будут опубликованы в пятницу. И, сделав уже прогноз на то, что статистика разочарует, я напоминаю вам, что в свете плохих цифр вероятность изменения процентной ставки в Канаде снизится настолько, что, пожалуй, к этому вопросу уже до конца этого года не вернутся. Поэтому потенциал роста у пары довольно солидный. Я не оставляю надежд увидеть в ближайшие дни котировки 1,33 по паре доллар канадец. И по австралийцу пару слов. Буквально несколько часов назад Резервный банк Австралии принял решение сохранить ставку на прежнем уровне 1,5%, а справительное заявление было точно таким же, как и раньше. Текущий курс соответствует цели по экономическому росту инфляции. Собственно, текущий вектор денежно-кредитной политики, мягкая политика стимулирует экономическое восстановление. Ну и, соответственно, повторение о прошлой риторике лишь доказывает нам, что системно в динамике австралийца против доллара ничего не должно измениться. Поэтому у нас классический рост после выхода решения по ставке Австралии. Но буквально через день, если вы помните, мы тоже подчеркивали такие временные параллели, через накопленный опыт на рынок возвращаются продавцы и, собственно, уже продают весь тот рост, который образовался. Раз нет никакой смены в риторике, друзья, ну, нет причины сейчас отказываться от продаж австралийского доллара, соответственно, как только будет хороший уровень для продаж, я вам первым делом о нем расскажу. Для долгосрочных трейдеров в целом ничего не меняется. Мы с вами ждем уровень 0,73. Напоминаю, что сегодня в центре внимания активность в сфере услуг Англии и далее эстапету подходит уже аналогичный релиз по активности в сфере услуг только уже о США. Замыкать день будет отчет от Американского института нефти по запасам в 23.30 по московскому времени. Но вряд ли он в целом повлияет на поведение нефти. Мы для этого больше внимания уделим уже официальным данным, которые выйдут завтра в 17.30 по московскому времени. На этом, друзья, все. Большое всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, вы можете оставлять их на нашем канале на YouTube. Увидимся завтра, как всегда, в прямом эфире через перископы в 9.30 по московскому времени. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»